решаем прошлый контент кто-то кто-то из вас может быть удаленно смотрящих нас коллег реализовал какие-то новые процессоры более того не только реализовал но выпеках в кремнии и и даже даже подключил к нашей сети к сожалению документации нам не оставили а замок фурменоз из средиземья с нами к сожалению не сотрудничает поэтому информацию процессоре придется добывать реверс инженер так у нас есть некоторый неизвестный сервер с процессором с известной архитектурой с возможно недокументированными возможностями какие у нас есть инструменты которые мы усиленно осваивали предыдущие недели и с помощью которых мы можем что-то отсюда добыть ну баш есть раз мы зашли гцц есть попробуем из этого что-нибудь интересно собрать ну а и а и и и и и и и и Сделаем два различных файла, чтобы удобно было смотреть на них, на их разницу. Для этого мы можем воспользоваться уделением .div, в левом файле такая строчка, в правом файле такая строчка. А еще мы можем скомпилировать их, довести до асмерного кода, и видим разницу между ними. Вот такие инструменты нам помогут. И, возможно, нам это нужно как-то автоматизировать и собрать вместе. Тем же мы воспользуемся, чтобы это все объединить и автоматизировать. Так, кто установил клавиатуре? Возможно, мы хотим, чтобы кто-то что-то сделал за нас. Например, получите литимейк. Все у нас собирается. Прикройте дверь, чтобы кофейник не мешал. Из парочки исходных текстов. Цель собрать все. Ну, дальше у нас зависимость. И через табуляцию, как мы все это собрать. Прикройте. Сравнили исходный текст, сравнили асмерный текст. Ну, тут наш майк остановился. Почему? Потому что недолинок от возврата интерпретирует как ошибку. Див, найдя ошибку, показывает это код возврата. Ну, можно сделать такой вот воркраунд. Если у нас код возврата не нулевой, тогда выпылось команду эхо. Ну, здесь не у нас. разница здесь разница так выяснилось что мы можем писать некоторые перемены интересно сколько мы еще можно записать небольшое число сделаем скотик идентичный и попробуем объявить как луч большой племенную и какой мы возьмем даже еще без знакомых 0 но вот а вот 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 Продолжение следует... 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 переменную и мы понимаем, что это за такие переменные, доступные в процессоре, у нас были еще в предыдущем контексте. И они чем-то отличаются от памяти. Это регистры. В нашем процессоре есть какие-то регистры, то есть самые близкие кусочки памяти, с которыми процессор будет работать. Видим, что здесь идет присваивание. Кстати, в какую сторону идет присваивание? Тут сказано, что переместить что-то куда-то. Значит, это идет, это присваивание идет справа налево, значит, среди зимы пишут справа налево. При том, в замке формулоза где-то происходит. Логично здесь. Мы константу наносим в какой-то регистр. А еще мы эти данные куда-то сохраняем. В квадратных скобочках у нас адрес. Адрес в каком массиве? В большом изображении массиве, что все подразумевают и даже не пишут в названии. Во всей нашей оперативной памяти. Вот у нас обращение к памяти. По какому-то хитрому педрующему моду. Возможно, этих регистров здесь больше. Раз у него, значит, есть какие-то еще. Интересно, какого размера этих регистров. Во всяком случае, у него есть аж беззнаковая длина. Наша беззнаковая длинная длина числа. Наверное, сюда выглядел что-то шестнического виду. Еще мы зачем-то сперва пишем данный регистр, а затем в памяти. Это связано с каким-то совместным нашей архитектурой. Например, с тем, что она умеет работать только с регистром. С памятью она может сделать только две вещи. Записать в память из регистра памяти, положить из памяти в регистр. Но при этом нельзя так просто взять и записать константы в память. Нельзя так просто сложить два числа в память. Похоже. А может, можно. Давайте проверим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак разница в том что почему-то а теперь сделаем чуть-чуть добавили к x и y а здесь нечислим и сексу. Ну, в чём это? Каких данных мы вычисляем? На самом деле, похорону в шестническую рубрику. Возвращаем какие данные? Возвращаем какие данные. Возвращаем какие данные. В зависимости от того, мы их считали в иксах или сразу мы вращаем значения, у нас были x и w. При этом, перемещение из икса в w не было. Похоже, иксы у нас, это шестнические метрегистры, а вэшки при этом в икс это просто младшая часть в икс икс. в 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 общем, третий уровень оптимизации, в обоих случаях, потому что на дороге. Компилятор оптимизировал, я создал. А зачем я тут вычислять? В процессе работы, если можно, вычисли сразу на мою компиляцию. Придется сделать то, что на мою компиляции не вычислить. Продолжение следует... Продолжение следует... Компилятор решил сделать что-то более активное. Продолжение следует... 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 32, 64-битных регистра и доступ к вашим частям через войну и так далее. Продолжение следует... 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 Для этого я соответствующий пример считаю что не 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 Продолжение следует... 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 Это уже несколько раз это уже зависит от того, что реализация нынешнего случая медведения. То есть вот эта операция, сходи в память, притащим недавнее, могла быть очень долгой. Но, похоже, пока она выполняется, у нас выполняются вот эти операции. То есть, наш процессор умеет аутофонтерать и плюш, то есть выполнение в порядке, в порядке, в порядке, в порядке, если они, конечно, независимы от того. Когда нам понадобилось писать дубль воной, то есть читать из дубль воной, только здесь. Когда мы заказываем запись дубль воной, только здесь. И где же у нас, почему же мы переводили еще раньше заказать запись дубль воной? Да, потому что здесь используется. То, что сделал дитракомпилятор, когда мы попросили все сомтимизировать. Используя особенности этого. Нам нельзя сделать загрузку в ревизор до того, как мы эти данные использовали при вычислении. А при реальном исполнении, команда будет исполняться не совсем по порядку, а практически правильный. То есть вот эти операции будут выполняться последовательно, поскольку они мешают, изменяют вводим. А загрузка в ревизор до того, как он будет несколько асинхронно с ним. То есть у нас будет вот эти вычисления. Параллельно с этим идет длинная операция память. И вот здесь она заканчивается. И здесь ее нужно использовать. Это что же у нас происходит в целом ревизоре. Мы вычитаем из-за константа 80. Может быть, число 80, может быть, достаточно, может быть, достаточно лично, пока не очевидно. Рядом мы вышли. То есть выделили место мосты. Значит, в какую сторону растет местная архитектура. Второе решение адресов. Здесь есть у нас аналогичная операция. А перед тем, как выйти, мы выбираем саму. Вот еще одна деталь местного соглашения вызвали. Соглашение вызвано в том, что будет разным. Главное, чтобы они были каким-то комплектом. То есть конструктор соответствует деструктуру. А так же, чтобы все программы были упаковывать тексты на зарядисты. Ну, то, как вы говорите, спорные, а то, что мы просто оглашаем. Просто чтобы надо провериться на каких-то изменениях. Сохраняем данные. Причем, сохраним сразу пару регистров. Если у нас устройство память медленно, то дает широкая шина, позволяющая написать сразу вместо перегистров, почему вы не используете. А не спросил, как вы выяснили, например, у макса с какими-то 4 битами. Значит, сколько байт это занимает? Прошли 4 бита. 8 байт. Два раза по 8 байт это сколько? 16. Так, то есть по адресу стекпоинтера плюс 16 мы записываем пару байтов. Как раз видим, значит, как минимум это констант у нас в какой системе счисления? 6. Вот, пожалуйста, есть какие-то комментарии. смещение регистра 29 относительно нашего предыдущего значения 4 8 тетки вестич 16 у нас какой-то плюс шестнадцать будет садим x29 плюс шесть в x2 плюс 56 В конце вызываем скан. Если скан следует того, что у нас соглашение вызовет, то где оно получает арбумент? До этого у нас функция получала арбумент, он был его первым и так далее, с его министра. Если скан в соглашении, работе по тому, что соглашению, то он тоже что-то получает в универ. А что скан получает первым аргументом? Ну хорошо, давайте не лимим аргументом, чтобы уехаться, по-прежнему. Раньше других англопов. Форматную строку. Четыре указательные. Вот здесь мы откуда-то загнули указательную эту форматную строку, а вот он, танцевой. Дальше мы закинули в качестве аргумента. С первым, по себе, мы что-то такое посмещение на 8, относительно их к 29. То есть, мы, те, ту самую память, которую мы выделили. То есть, все локальные перемены у нас являются в стеке. И, подвесы этих самых локальных переменах, подвесы на кухню, как у нашего степера, мы заканчиваем в стеке, как мы любим ее цискан. Ну, а мы считываем 9 переменных, соответственно, мы должны передать 9 аргументов. А у нас парочка. Почему? Потому что один у нас и так и не вылезал, да тут у нас еще и форматная строка. Того не вылезай. Запихнули их в стек и подвали скан. Кстати, объяснили, куда он следует возвращаться. Возможно, это как-то автоматизировано с вызовом. То есть, мы не только перешли в функцию, но и записали, куда возвращаться. Бел, бранч, визлинг. И, возможно, какие-то регистры, которые мы здесь использовали, и содержат адрес возврата. Вот, какие-то регистры. Загрузили парочку регистров. Другую парочку регистров. Сложили, сложили. Загрузили еще парочку. Сложили. Причем? Позволяем процессору выключить команды и попорядку. То есть, последняя загрузка для вычислений вот здесь. Вычислений здесь. А здесь мы просто в основном 29 и 30 регистры. Хм. Интересно. 29 и 30 регистры мы очень пережем. Так что, сохраняем их в начале работы нашей функции и затем восстановление. Возможно, в каких-то точно ответственных регистров, возможно, в них содержится что-нибудь, например, адрес возврата. Куда нам возвращаться после слышения работы фонда? Интересно. А как же в этой архитектуре происходит, например, ветвление? в этой архитектуре. В этой архитектуре В этой архитектуре еще недоравливаем как-то Да, кстати, мы могли заметить, что актуализирующий компилятор в наш ум не вписал вызов функции, а вписал просто работу самой функции. То есть реализацию фактически мы не скопируем, чтобы лишний раз не тратиться на вызов функции, а в компиляторе его так тщательно не любит. Сделаем вытвление. Спасибо. 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 Вот у нас отработал скат. Мы читали результаты, и они у нас регистры, которые были брать. Что же мы с ними сделали? 54 строчки. Мы их сравнили. А где-то у нас результат сравнения. Какие-то сложения. Во флагах. И в зависимости от некоторого состояния этих флагов, мы куда-то прыгнули или не прыгнули. И прыгнули на метку 7. Продолжили вычислять. А если мы не прыгнули, с вот этой флаговы мы вычлили. То есть вот у нас команда безусловная перехода к брачу. Услуги 2. В любом случае. И брач весну. Похранит адрес на брату. Ну, возможно, кто-то из вас уже догадался, что это за такая архитектура. С началом арабского порядка записи справа на дверь. И кто? Кто подносил эти процессы? Это ARM. В самом деле, ничего не палилось. Это именно те процессы, которые как раз стоят у вас в телефонах, а некоторых в ноутбуках. Откуда же он возник? Начали эту сработку в 83-м году. Примерно 30 тысяч транзисторов. Вместо этого микрокода. В 90-м году была основана компания Advanced Antilles Machines. И в основном не делают архитектуру. А не выпускают процессы. Производят их много кто. Типы ехать для приложений. Аппликацион. Реалтайм. Для работы времени. И микроконтроллер. Всякие там ардуино. Малинки. Или ваши телефоны на армах. Наборы инструкций. По всяким версиям. Арм-В7. Арм-В8. 64-битный. Что у нас в программовой модели. Память фун-Неймановская. Общее дознабитное пространство адресов. Общее для программовой модели. Адресация по одному байту. Причем. 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 intrudable. Причем. 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 ARMA-15 в случае 64-убитной ARMA-8, X-ы 64-убитной и их в младшей части V. Последние как раз заразили один программ каунтер, адрес инструкции для выполнения, где регистр. Куда возвращаются процессы в инструкции и стекпоинтер, указатель стека. Есть всяческие директивы. То, что мы видели. Разные секции, то есть текст, исполнительные данные и секции данных, которые явно инициализируют. Точка входа программы обычно старт, но если мы используем прайверы GCC, то наша точка входа будет. Доп-бейн, на самом деле, делаются некоторые операции и эти виды должны быть наступны снаружи. Вызов от программ. Brunch with link. Примент сохранить адрес следующей команды. Brunch with link. Brunch with link. Старое значение затирается. Brunch with link. 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 Именно поэтому мы 29-30 регистр сохраняли, а затем останавливали. Brunch with link. Brunch with link. Brunch with link. Но у нас, конечно, большой интерфейс. Интерфейс между ядром операционки и библиотеком зарубленного шума ввода. Нам нужно, чтобы результат компиляции разными компиляторами можно обликнуть на любой уставленный файл, причем может быть даже монетическим. Компоненты. Размеры базовых типов, правила выравнивания, соглашения выделяя, обыменование объектов и обработка исключений. Как одна программа вызывает другую? Как передаются? Какие регистры общего назначения будут? Как мы можем использовать? Как возвращается результат? Например, в случае WinAPI, STD.com Все параметры через степь. Аргументы в обратном порядке. Результат в таком-то регистре. стек, то какую функцию вызвали, та за собой выбирает стек. Армовый. В случае 32-бит у нас параметры передавались в R0, R3, остальные в стеке. А в случае 6,4, что мы выяснили, с R0, R7, то есть 8 штук, остальное в стеке. Какие-то регистры не должны портиться в результате вызова подпрограммы? И вот мы заметили, что 29-е и 30-е, которые мы используем на земле, не должны войти в основном. Люди бы не использовали, поэтому они не портятся. Поэтому они не потребуются. Ну и результат возвращается в R0. Более длинную у нас просто не было. Вот программы. Branch with link. Копируется в link-регистр старое значение телевизора. Поэтому, если у нас функция собирается еще что-то дальше вызвать, то она должна сохранить старое значение link-регистра и установить его. Как мы можем, например, скопировать этот регистр в наш программ-каунтер? Аналог этого RET. В подпрограмме будет какой-то программ. Например, сохранить такие-то регистры. Так же, как мы в 64-битной версии сохраняли 29-е и 30-е регистры. Восклицательный знак, который там один раз встретился, означает, что значение регистров должно обновиться после выполнения операции. Регистры с меньшим номером находятся по меньшему архитектуру. архитектуру 64-битная ARM работает полностью с регистрами, а память ладен только командами LDR-STR. Что это продает? Во-первых, все вычисления идут на мысль памяти. Во-вторых, мы можем загружать оптом. Ну и у нас нет лишних инструкций для использования, например, памяти с памятью, или регистра с памятью. Только регистры регистра. Значит, у нас может быть в 0 короткая команда. А, кстати, сколько возьмем эта команда? Давайте проведем следующий эксперимент. Скомпилировали и разобрали. Вот наши команды. Сколько байков не занимает? Ну тут 8. Это отличная цифра. А смещение отличается на 4. Значит, сколько байков не занимает? 4 байта или 32 бит? Да, у нас 64 битные регистры, при этом 32 битные. В коде команды мы должны сохранить и что делать, и код регистра, и некоторые параметры, например, у нас могут смещаться. Можно использовать адресацию. сходить куда-то по какому-то регистру, по адресу лежащему регистре, по адресу, по... Регистр плюс смещение константное, регистр плюс... Какое-то... 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 Введем в стек, в стек, с задвигом, в 4 изменить. Это используется для работы с миссией. Вы немножко поэкспериментируете с написанием программ на ассемблере. Нужно вообще сейчас писать на ассемблере. Нужно, но в достаточно в этом случае. В основном на ассемблере нужно читать. Небольшие упражнения на ассемблере будут для того, чтобы вы немножко осознали набор команд arm. Но затем, в следующий раз, мы будем исследовать не программы, от которых у нас есть исходник, а исследовать программы, от которых у нас исходника нет. Тогда придется как раз читать ассемблеры. То есть, не бойтесь, мы пишем на ассемблере только для того, чтобы научиться на нем читать. Ну и благодаря этому несколько модифицировали программ. Например, кто из вас использует какие-нибудь K-гены. Вот так. Все пользуются исключительно изображения. Может быть, кто-то использовал крякнутый софт. Все исключительно про... ... 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 исключительно для того, чтобы вы понимали, каким образом вы слишком просто защищенный программ. Ну и в крайнем случае, если производители прекратили поддержку, могли внести, могли в совсем крайнем случае использовать программ. Вот для этого и потребуется нам ассемблер. И, как вы заметили, ссылка на контент. Способление уже появилось. Его реклама, если, наверное, порешать и разобрать. У нас ассемблер арм. Да, поскольку это отдельный сервер, это малинка и развернутая еджач, а также на нее мы сейчас заходили в процессор. Ровно на эту же самую железку. В данном случае, если полное отключение X86-компьютеров через Intel Management Engine и подобные системы, кстати, почему-то на армянских процессорах, как выяснилось, у нас есть сервер полностью работающий на арм. Ну и у вас есть клиент, полностью работающий на арм. Это ваши телефоны. Встроенный на самую арм. А поскольку это полностью отдельный, независимый сервер, но логины там отдельные, и вы регистрируетесь, вы там отдельно. Можете использовать ровно те же самые логины, но зарегистрируетесь на какой-то отдельный. То есть полностью автономная инфраструктура. Вот так вы можете зайти туда по SSH, или что-нибудь, C-шный код и получить ассемблерный. В общем, это C-S большое. И использовать это в качестве подсказки.